Лариса Тимофеева приехала в гости к сыну из Душанбе. Говорит, что квартира просторная, теплая, потолки под 3 метра. Но есть проблема. Один угол начал проседать и сразу пол повело. Дверной проем перекосился нагляднее всего степень проседания в ванной. А то, чтобы набрать и лечь, вот у меня есть и для ванны все это, но я боюсь просто. Нет? А боитесь почему? Ну а вдруг она туда уйдет. Ну вот мне вот тот угол бы подняли и тут бы все выровняли. И все было бы прекрасно. Но для сына хотя бы, чтобы ему было бы все в удовольствии. В подъезде коммунально-строительные ужасы продолжаются. Гнилая проводка, осыпавшаяся штукатурка, изношенная лестница. Не лучше картиной снаружи. Дом потихоньку видно, как оседает. Потому что и угол меняется на косяках. Получается вот у людей. Крыша гнилая, то есть потолки провисают. И венцы потихоньку в дом ведет. Электровод в дом может только в кошмарном сне присниться энергетику. Дожди размывают фундамент. И все же этому дому повезло. В нем живет неравнодушный человек, старший по дому. Игорь Нечаев 7 лет переписывается с чиновниками различного уровня. От местного ЖКХ до президента страны. От него ответа пока не получил. А вот в программу капремонта дом по улице Пионерской, 16, включили. По этому дому запланирован ремонт комплексного инженерного оборудования. То есть отопление, водоснабжение, канализация, общедомовая электрика. Это один вид работ. И это вот у нас практически уникальный случай, когда два вида работ в один год. Второй вид работ это утепление, ремонт фасада, ремонт фундамента и восстановление отмостки. Сюда входит утепление, восстановление сгнивших венцов. Если такие имеют место быть, утепление обязательно цокольной части. Полностью замена на новую отмостку. Так что к концу года дом-ветеран преобразится и получит второе дыхание, как и еще почти три сотни многоквартирных домов по республике, которые попали в программу капитального ремонта. Виктор Лушников, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.